Ну а пока поговорим за жизнь. У нас на связи психолог Андрей Антонов. Андрей, доброе утро. Доброе утро, Ирина. И, конечно же, вопрос первый связан с тем, что происходит вот в данный момент, сейчас, сегодня 2 мая. Обычно в нормальной, привычной жизни мы отмечали майские праздники где-то на природе, с шашлыком, в кругу друзей и так далее. Ну и вообще, наверное, даже если убрать шашлыки, просто в контакте с природой, потому что потеплело, солнышко, и это нас очень подпитывало. Как же теперь, сейчас, в данный момент, когда все так изменилось, и где самое главное черпать силы? Отличный вопрос, очень актуальный. Многие люди уже больше 30 дней сидят в изоляции, и для многих этот вопрос очень актуальный, потому что они устали уже от онлайн-игр, от фильмов, от различных там обучающих курсов. И возникает такой вакуум, который начинает заполняться негативными мыслями, которые что делают? Высасывают энергию. И что греха таить? У каждого из нас иногда посещают мысли о каких-то ужасах в будущем, потому что мы боимся неопределенности. И самое главное, заполнить сейчас эту неопределенность чем-то позитивным, для того, чтобы наполнять себя энергией. То есть самый лучший способ наполнять энергией – это мыслить позитивно. Но возникает вопрос, как это делать, когда честность, когда напугает? Да, и что же делать? И что же делать? Так вот, я предлагаю такую игру, которую, знаете, можно назвать «Охота за вампирами». Представим, что все наши негативные мысли о будущем – это вампиры, которые высасывают нашу энергию. И можно сделать такую очень интересную прям игру. То есть в течение недели ходить с двумя бумажками. Они всегда должны быть в кармане или где-то под боком. Одна бумажка со знаком минус, другая со знаком плюс. И в тот момент, когда возникает, когда на вас нападает вампир, который высасывает энергию, то есть возникают негативные эмоции. Любая – грусть, печаль. Вдруг вы начинаете думать о будущем, так, а вдруг я останусь без работы, вдруг меня уволят, а вдруг я потеряю клиентов. Все. Тут же фиксируется эта мысль на бумажку. Это вампир, который сосет энергию. Берется вторая бумажка и пишется что-то положительное. Всегда, в любой ситуации можно найти что-то хорошее. То есть, да я уже давно хотел уволиться с этой работы, мне начальник этот давно надоел. Или, так, у меня появятся новые возможности. Так, усилю маркетинг. Так, а может мне поискать новое дело жизни? То есть, иными словами, в любой ситуации есть ценность. Таким образом, возникло то, что минус. Можно это даже сжечь, если позволяют условия. А то, что плюс, это то, на чем мы начинаем фокусировать. Главное, не начинать это есть. А то мы, знаете, все сейчас на карантине в себя запихиваем. Поэтому второй мой вопрос, и, наверное, последний, потому что не очень много времени, к сожалению, он будет связан именно с этим, как перестать в себя компенсировать какими-то вещами, едой, лежанием и так далее. Все-таки у вас методики создания желаемого, успешного будущего. Вот подскажите какой-то простой способ сформировать это будущее, будущее желаемое. Дело в том, что мы начинаем себя заталкивать в еду или заниматься какими-то вредными вещами, потому что нам не хватает разнообразия. Понятно, что в условиях ограничений мы просто берем то, что под рукой лежит, и то, что проще. Но на самом деле, если проявить немножко креативности, то можно увидеть, что разнообразие бесконечно. То есть можно постоянно себя удивлять и находить что-то новое. Новые хобби, новые интересы, новые книги. Даже новые знакомства и новые друзья. Понимаете? То есть как только мы начинаем как бы распространять в свою жизнь что-то новое, то в этот момент у нас и повышается энергия, и повышается качество жизни, и самое главное настроение. Согласна с вами, но, наверное, один еще маленький и короткий ответ. Все-таки мы привыкли ходить по одному и тому же кругу, и вот вы говорите новое, новое, что-то новое, новое впустить в свою жизнь, нужно еще как бы захотеть это сделать. Вот как этого захотеть? Действительно вопрос очень важный, потому что иногда просто лень настолько сковывает нас, и просто ничего не хочется. И в этом случае как раз приходит на помощь вот это упражнение, потом я рассказал, потому что лень – это следствие отсутствия энергии. То есть нет сил, нет желаний. Поэтому нужно аккумулировать желание, снять, убрать всех этих вампиров, все эти негативные мысли, и желание автоматически появляется, появляется энергия, и у нас автоматически появляется желание делать что-то новое. И знаете, еще быстрый такой индикатор. Индикатор, если вдруг день начинает ускоряться, то это точно нужно создавать что-то новое в своей жизни, чтобы вы не превратились в такого человека, который живет в дни сурка. Спасибо большое, Андрей, но, по крайней мере, вампиров-то мы точно сегодня половим. Спасибо, с нами на связи был психолог Андрей Антонов.